Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Прошлое видео смотрели и видели на новиночку самокат Ультрон Х3. В этом видео мы с вами поговорим также о новинке, а также от завода Ультрон. Встречаем Ультрон Х2. Посмотрим, что это за чудо-зверь. Такая упаковка, такая стильная, красивая, ну стандартная, в принципе, ультроновская. Давайте откроем, посмотрим, заглянем, что здесь внутри. Внутри у нас с вами стандартно все упаковано, да, то есть плотный поролон. Все красивенько, надежненько, так что, поэтому, друзья, не стесняйтесь, не стесняйтесь, если мы заказываем другой город, вы можете не переживать насчет доставки. Доставка будет все целостности и сохранности. Ну что, друзья, вот мы и собрали с вами электросамокат Ультрон Х2. Встречаем, смотрим его внешний вид, сейчас пробежимся по характеристикам. По внешнему виду, опять же, как мы с вами заметили, внешне он очень похож на своего старшего брата, опять же, нового самоката от завода Ультрон. Это Х3, который мы обозревали в предыдущем видео. Кто не смотрел, это ссылочка в видео, посмотрите обязательно. Давайте с вами пробежимся по характеристикам этого самоката. Конечно же, немножко покатаемся и потом его обязательно разберем и посмотрим, что внутри. Ну что, друзья, давайте по порядку, начнем снизу вверх. Самокат идет с вами полноприводный, два мотора, каждый из них по 1200 ватт, то есть в пике, в номинальной мощности 2,4 киловатта, 60 вольтовый и емкость аккумулятора 21 ампер часа. По заявлению производителя, максимальный пробег на данном самокате составит в районе 60 километров, а максимальная скорость до 70-80 километров. Если говоря о тех характеристиках, которые я озвучил, наверное, у многих любителей самокатов сразу сложилось мнение, что чем-то он напоминает какую-то модель, опять же, от завода Ультрон, предыдущие модификации. Наверное, вы сразу поняли, о ком речь идет, да, это электросамокат Ультрон Т10, потому что совершенно такие же характеристики, по крайней мере, технические идут у самоката Ультрон Т10. Сейчас я вам подкачу его рядом, чтобы вы посмотрели. Вот такой у нас самокат Т10, это последняя модификация. Контроллеры здесь у нас с вами идут синусные, также по 1200 ватт мотор-колеса и 21 ампер час аккумулятор, и также он 60-ти вольтовый. И по характеристикам, по пробегу и по емкости аккумулятора и максимальной скорости они, соответственно, очень похожи. Но здесь совершенно другой кузов, совершенно другие добавленные, скажем так, плюшки, да, то есть поэтому мы с ним поговорим сейчас об этом самокате более подробно и, конечно же, разберем. О Т10 мы подробно разговаривать не будем, потому что мы снимали это видео, причем два видео снимали, кто не видел, посмотрите на нашем YouTube-канале более подробно, и вы все поймете, о чем идет речь. Ну что, друзья, вот внешне вы увидите, да, что самокат совершенно отличается от того Т10, который выпускался ранее, скажем так, да, то есть данный самокат называется X2, повторюсь. Скорее всего, по всем параметрам он будет аналог Т10. Но отличительные особенности здесь имеются, мы сейчас с вами о них поговорим. Это, конечно же, как вы видите, первое визуально, да, то есть он изменен, но и технические точки зрения, что в глаза бросается в первую очередь мне, по крайней мере. Это, конечно же, рулевая часть, да, потому что здесь у нас нет регулировки руля по высоте, он стоит стандартный, то есть, в принципе, стандартному человеку и даже с ростовка, там, до 2 метров, там, 10-15 сантиметров он будет нормальным, то есть человек будет себя чувствовать комфортно. Ну и, конечно, также здесь отличается тем, что руль у нас с вами идет обычный цельный велосипедного формата, то есть он не складной, но его можно, конечно, разобрать. Крепится он стандартно на 4 болта шестигранных, сняв их, то есть можно снять полностью руль и транспортировать уже, там, в коробку убрать, либо, там, багажник машины. Что касаемо, также визуально, если вы смотрели видео на предыдущего, которое мы снимали, ультрон X3, мы с вами увидели, что моя интуиция не подвела и контроллеры оказались здесь внутри, да, то есть в этой части. Здесь, исходя из дизайна, скорее всего, тоже контроллер завода ультрон разместил в этой части, мы обязательно в этом видео также разберем, посмотрим и вам покажем, какие контроллеры здесь стоят. Но по заявлению, опять же, завода, здесь стоят два контроллера по 30 ампер. Итак, друзья, что касаемо, давайте поговорим с вами о подвеске. Подвеска здесь стоит стандартная пружинная, да, то есть такого формата, как стоят на ультрон Т-108, Т-128, обычная пружина в капсуле находится, да, то есть, в принципе, сейчас попробую на нее встать, немножко попрыгать, показать, как все это дело работает. Подножку уберем. В принципе, вот прыгаю, ничего не пробивает. Отрабатывает неплохо. На самом деле, даже очень, очень даже хорошо, поэтому мне, в принципе, скажем так, нравится эта подвеска, да, то есть, в принципе, интересно, и самое интересное, что она не пробивается реально. У меня вес сейчас где-то 79 килограмм, с учетом того, что я прыгаю на нем, но вы сами все видите визуально. Максимальная нагрузка на данном самокате до 150 килограмм, но при желании, наши дорогие подписчики, если кому-то нужно до работы подвеска, вы можете обратиться к нам в наш сервисный центр. И в нашем сервисный центре можно поставить любую подвеску, в том числе экзо, газомасляную, с возможностью регулировки, то есть, тоже на этот самокат можно дооснастить. Ну так, друзья, смотрите, подкатился к вам для сравнения X3, чтобы вы посмотрели, что визуально они очень похожи. Безусловно, конечно, отличается эта ширина, длина деки по габаритам, потому что X3 у нас с вами побольше идет, да, как колеса. Ну, кстати, знаете, скажу, посмотрим, мне кажется, не особо, а, ну, больше, да, конечно, безусловно, но так не сильно, намного. Сейчас, кстати, хочу измерить обязательно габариты X2, но сейчас хочу вам попробовать продемонстрировать, как работает, отличается сама по себе подвеска. Попрыгаю на X3, повторюсь, на X3 данном самокате стоит у нас экзо, газомасляная подвеска с регулировкой, там у нас стоит в X2 обычная пружина в капсуле, как стоят на всех модификациях старших ультрон. Итак, ну что, давайте попробуем на X3. Так, давайте теперь попробуем на X2. X3 уберем. Друзья, ну, по ощущениям могу сказать так, что, например, когда ты прыгаешь на X2, ну, учитывая то, что здесь стоит пружина, концепция пружины работы, она ясна, зажал, обратно выкидывает. Здесь вот так же и происходит, то есть вы прыгнули, он сразу обратно отрабатывает. Здесь концепция, конечно, по ощущениям другая, то есть прям полноценная уже, скажем так, подвеска, как образно на машинах, да, используется, такой же формат и здесь. Поэтому, ну, скажу так, что на самом деле подвеска, она, что здесь, что там, заслуживает уважения, в принципе, да, потому что я попрыгал, меня не пробило, по ощущениям, по крайней мере. Вот, ну, и экзо, конечно, тоже интересная вариация получилась. Что касаемо здесь, у нас с вами опора для ноги стоит тоже стильно и красиво, так же, как на X3, сзади стоп-сигнал, под непосредственно ним идет, да, то есть вот здесь стоит такой стоп-сигнал очень схож, как на Ultron T1 с последних модификаций, но немножко изменен, потому что здесь добавлены поворотники. Да, друзья, и, кстати, гидравлика здесь у нас стоит также гидравлика, и сейчас вот в обновленных модификациях электросамокатов Ultron гидравлика немножко изменилась в систему управления настройкой, то есть здесь уже появилась полноценно такой колесик, который управляет настройкой самой гидравлики, да, то есть вы можете настраивать тормоза уже под себя, то есть более удобно, то есть такое колесико, которое крутится, да, то есть вы уже можете себя настроить. Конечно же, если кому-то хочет поставить какую-то топовую премиальную гидравлическую систему, это тоже возможность ставить, но здесь уже, как говорится, на цвет и вкус, потому что та система гидравлическая, которая стоит в данном случае на этом самокате, она, в принципе, слегка справляется с теми задачами, которые, может, подвластны, скажем так, данному самокату. Итак, по системе управления самоката, с левой стороны у нас стоит блок управления светом, тумблер включения, стандартного типа тумблер переключения, поворотник вправо-влево, поворотники у нас с вами такие же, как на X3-м стоят, бегучая дорожка, стоп-сигнал, он же габаритный, электронный сигнал, сигнал остался такого же формата, как и был на T10-T11, стандартный вольтметр с помощью ключа, с ключом идет, с правой стороны дисплей, дисплей MS668, стандартный, который работает с синусными контроллерами, поэтому здесь можно четко сказать, что здесь есть синусные контроллеры, ну и стандартный блок управления, отключения и включения полного привода. Также хочу обратить внимание, как и в предыдущем самокате, когда обозревали, изменилась оплетка, то есть помимо тряпочной, да, то здесь у нас добавилась такая вот оплетка, что, в принципе, визуально немножко становится, он стал посимпатичнее, скажем так, да, то есть самокат уже поинтереснее получился. Вот сейчас настроил немножко, да, покрутил и уже прям такое, тормоза жесткие стали, поэтому, кстати, очень удобная штука. Касаемо складного механизма, да, то есть рулевой части, здесь, в принципе, все то же самое, как и в X3-м ультроне, хомут стоит у нас широкий, достаточно такой, да, то есть, в принципе, касаемо, как и говорил в предыдущих видео, какие-либо там люфты, появление их, да, то есть, оно, скорее всего, минимальное и, скорее всего, вряд ли появится. Также здесь у нас с вами, возможно, регулировка, да, то есть, здесь вот есть и ниша, да, видимо, просто болт сейчас не стоит здесь. Да, и с помощью этого винта, который сюда можно установить, да, то есть, регулировать и уменьшать можно люфты, поэтому здесь, в принципе, концепция достаточно продумана. Кстати, насчет фары хочу сказать, да, то есть, фара у нас стоит формата просто такая диодная, 4 диода стоят и по бокам, а спереди у нас стоят, кстати, такие же фары, как стоят на дуалтронах, потому что самокат реально очень схож с мини-моторсом, с дуалтроном и по бокам красивая яркая подсветка. Сзади, если мы с вами обратим внимание, стоят, как и говорил, габариты стоп-сигнала, они же поворотники, также стоят габариты, тормозная система дополнительная, которая стоит на дуалтроне мини-моторсе. Друзья, поговорим с вами о комплектации данного самоката. Самокат комплектуется сиденьем, здесь у нас, смотрите, стоит платформа, на платформу ставится платформа, крепится, да, то есть ее сиденье с регулировкой по высоте можно непосредственно уже использовать. В комплекте также идет, да. Что касаемо также набора, набор у нас идет с вами также брызговик, мультитул, мануал и зарядное устройство. Зарядное устройство 67 вольтовое на 2 ампера оригинально. Но, учитывая того, что здесь у нас с вами стоят два гнезда, то есть можно также заряжать двумя зарядками, то есть докупить вторую зарядку быструю и спокойно заряжать. Либо докупить быструю зарядку 5 амперную, как и говорил ранее, большими токами не рекомендуется заряжать, то есть максимально 5 ампер допустимо для того, чтобы аккумулятор максимально долго вам служил, потому что большие токи, знаете, они очень противопоказаны для самокатов, для аккумуляторов. Что могу сказать от себя, что пока что визуально, что смотрю, безумно стал огромный клиренс, что придает этому самокату большой потенциал и попересеченки. То есть поэтому, друзья, если вы хотели себе самокат с какой-то большим клиренсом, то есть, в принципе, альтернатива очень хорошая и выбор этого самоката. Я могу, по крайней мере, вот все, что сейчас визуально идет, что взять X3 самокат, что X2, хорошая альтернатива, кстати, семейству Dualtron. Конечно, как все это будет себя вести на дорогах, да, это покажет, безусловно, время, но учитывая, опять же, завод Ultron, да, их концепцию подхода, что они слышат обратную связь и быстро реагируют, там дорабатывают и так далее. То есть я думаю, что здесь будет очень интересно. Что касаемо подножки, также обратим внимание, подножка идет такая же, как на X3. Сейчас мы перевернем немножко самокат. Подножка капитальная, сильная, мощная такая, то есть, поэтому можно не переживать, что она там свалится, его можно здесь регулировать, точнее, закреплять, подтягивать. И самое интересное то, что он также регулируется по высоте, то есть его, видите, здесь стоит такая планка регулирующая, болтом откручиваем, расслабляем и можем, соответственно, до конца приподнять, либо опустить еще ниже. То есть запас здесь есть, в принципе, он вот такой, да, то есть можно регулировать по высоте и играться. Что касаемо гидроизоляции самоката, если говорить вообще, ну, в общем, в чертах, мы его разберем, посмотрим, но учитывая разбор X3, то есть там показал, что сама, скажем так, сборка на достаточно высоком уровне и здесь, скажем так, меньше дыр, нежели, там, в тех самых предыдущих модификациях ультрона, там, 108-е, 128-е, Т-11-е, поэтому, конечно, гидроизоляцию на любой самокат нужно делать обязательно, но здесь уже штатная защита стоит уже достаточно высокого уровня с точки зрения возможности попадания влаги в отсек аккумуляторный. Друзья, тормозные диски здесь у нас с вами стоят 140-е, на X3 160-е, сейчас мы вам покажем, как складывается рулевая часть, как он фиксируется, рулевая колонка, в принципе, по стандарту X3, то есть здесь ничего такого другого не придумано, то есть, потому что концепция одинаковая, то есть, видите, да, здесь у нас идет с вами крючок, который так регулируется и здесь у нас есть небольшая такая ниша под опору для ноги. Вот, все мы вставили, он зафиксировался, теперь берем, поднимаем. Все, подняли. Ну, слушать, поднял по весу в районе, по ощущениям, по крайней мере, 30-35 килограмм, примерно, по ощущениям. Мы сейчас возьмем весы, весим самокат. А мои, как говорится, ощущения, они практически попали в точку. Вес данного самоката вы видите на экране, 33,5 килограмма, то есть самокат вес 33,5. Достаточно, в принципе, достойный показатель, учитывая его характеристики, учитывая его кузов, внешние параметры. Также хотелось бы сказать отдельно по крыльям. Крылья здесь прям стоят капитальные, а также опоры флажки здесь стоят, да, то есть усилители. Колесо здесь полностью закрывает крыло, закрывает колесо, поэтому что-то вряд ли будет лететь. Но даже если какая-то маленькая грязь, что-то будет лететь, брызговик есть в комплекте, на всякий случай. То есть можно поставить и спокойно уже есть. Что касаемо переднего крыла, оно капитально мощное. На самом деле, я смотрю, здесь завод подошел, концепция очень серьезная. Оно и широкое, оно и такое очень длинное спереди. Не знаю, на самом деле, в принципе, бывали случаи, конечно, когда ты едешь и спереди летит все на тебя, но здесь, я думаю, что лететь вообще ничего не должно быть, учитывая такое массивное крыло. Гравировки, вы видите, на всех крыльях стоят спереди и сзади. Также, соответственно, у нас здесь с вами идет гравировка и даже логотип планка Ультрон. Здесь гравировка на опоре для ноги, поэтому это оригинальный самокат. И повторюсь, друзья, у нас самые низкие цены на самокаты Ультрон, потому что мы работаем напрямую с заводом. И данный самокат на момент съемок, это единственный в России, поэтому не побоюсь этого слова, мы одни из первых, кто смогли завести данные новинки и показать вам. Так что, друзья, приезжайте к нам в магазин, тестируйте, катайтесь, покупайте. Итак, друзья, длина у нас 126 сантиметров, высота у нас с вами 136 сантиметров по куроку верхней части, ширина у нас получается с вами 64 сантиметра. И давайте с вами от деки. Ширина деки у нас с вами 22,5 сантиметра. Общая длина деки 54, полезная площадь на деки 53 сантиметра получается. И клиренс 21,5 сантиметра получается. Слушайте, высокий. Причем, можно сказать, как на электроскутерах CityCock. Друзья, масочку сниму. 21,5 сантиметра очень большой клиренс, поэтому, друзья, здесь вообще просто, ну вы видите сами, просто космос. Друзья, оставьте, пожалуйста, ваши комментарии, что вы думаете об этом самокате, как вам он по внешним параметрам, как он вам визуально, ну и учитывая тех технических характеристик, которые я вам озвучил, что вы думаете об этом самокате. Безусловно, конечно же, все покажет. Время, поездки, расстояние, скорость, как себя вести будет. Но, по крайней мере, первое впечатление, какое у вас. Друзья, жду ваши комментарии. Ну что, друзья, сейчас мы разберем самокат и посмотрим, что же там внутри. Поехали. Мы разобрали с вами некоторые узлы электросамоката, вскрыли контроллер. Контроллер, в принципе, по такой же концепции, сделан на одной платформе, да, то есть такой двухъярусный, если вы обратите внимание, то есть единый целый, да, то есть он состоит из двух частей, но при этом он, да, даже из трех частей, вот, но при этом в одном коробе получается. То есть вот такая вот защита стоит, да, то есть кейс, скажем так, да, то есть у вас в одном реализован синусный, по заявлению производить 30-амперный синусник стоит. Вот, в принципе, вы его здесь видите. Что касаемо мотора, по мотору вот здесь тоже вскрыли, разобрали. Такой мотор, в принципе, что касаемо весь такой вот смазки еще, вот внешне, по крайней мере, в масле такой. Здесь по периметру видим остатки, скажем так, герметика, что ли, получается такой промазанный был. Намотку вы видите сами, все, в принципе, сделано достаточно хорошо, стоит, да, то есть, соответственно, здесь у нас с датчиком холла намотка вы видите сами, магниты все чистенько, аккуратно, видите, никакой не коррозии, ничего нету, все достаточно хорошо сделано. Вот само колесо, то есть видите, тоже намотка все хорошо, никакой коррозии ничего нету, все чистенько. Ну, мне кажется, наверное, стандартный сколько там, 4 сантиметра с половиной, наверное, если один, 4,5 сантиметра все, как и думал, да, просто удивился тоже. 4,5 сантиметра у нас получается, да, все то же самое, 4,5 сантиметра. Аккумулятор, посмотрите, пиковый 67 выдает, 21 ампер час, ну, друзья, вы обратите внимание, сколько здесь еще места, то есть здесь можно еще, здесь сзади, да, у нас пространство остается, конечно, здесь торчат болты, но я думаю, что мы дадим обратную связь на завод, чтобы они как-то с болтами немножко, может, как-то обыграли, потому что плюс сюда, здесь, да, безусловно, намотка стоит, собраны провода, останется место, и вот так вот еще, если здесь взять, то есть, грубо говоря, слушайте, ну, я думаю, что здесь можно до 26, наверное, точно сделать, примерно 24-26 ампер часов, я думаю, что места здесь хватит, поэтому я думаю, что мы дадим обратную связь на завод, чтобы как-то это тоже момент обратили внимание. Ну, на самом деле, если резюмировать, по сборке, вообще, сам самокат достаточно, все равно гидроизоляция, как, скажем так, концепт, сделанная сама вот эта чаша и все, концепция, она достаточно хорошая, более интересная, нежели, там, какие-то другие вариации, да, но, опять же, конечно, гидроизоляцию в любом случае, друзья, рекомендую делать, и, опять же, то же самое, там, конденсат никто не отменял, поэтому гидроизоляцию не экономьте, делайте, обращайтесь в наш магазин, у нас свой сервисный центр, и мы делаем великолепную гидроизоляцию. Друзья, отдельно хотел сказать про контроллеры, да, ну, вы увидели, да, что это единое целое, да, то есть, два контроллера в одном коробе, кстати, вот планка боковая, да, то есть, характеристиками указано, что 60-ти вольтовый, да, то есть, минимально пару 51, два по 30 ампера, то есть, они синусники идут с вами. Так вот, что хотел сказать, если вы помните предыдущее видео, которое мы снимали, Т-10 ультрон версия 3, самая последняя модификация с синусниками, то, вообще, в принципе, модификация Т-11, там, 108, 118, 128, помните, контроллеры какие, да, то есть, их сами по себе, они классные, но, в случае, если вы там, что-то с ними у вас произошло, то разбирать их достаточно проблематично, и тут, конечно, нужно было специально, как говорится, навыки, либо приспособления, чтобы их вытащить, и то это такой гемор, извиняюсь за выражение, ну, назову вещи своими именами. Здесь же концепция сделана проще в этом плане, да, то есть, крышка, все, хлоп, сняли, что нужно поменять, там, резистор, транзистор, пожалуйста, там, что-то припаять, отпаять, там, все эти вещи можно сделать без проблем, вот, и поэтому здесь, вот, в этом плане, огромный такой, скажем так, назовем это прорыв, да, то есть, с точки зрения удобства дальнейшего обслуживания, там, сервисного, тюнинг, доработки и так далее, то есть, не будет создавать каких-то главных моментов для вас, да, то есть, и для нас, как сервисы, например, гарантийного обслуживания, поэтому здесь это очень круто сделано. Тормозной диск находится не со стороны провода, а со стороны свободной оси, и замена его нам облегчает, то есть, если нам диск, допустим, повело, водой залило, он стал кривой, мы достаем диск, ставим новый, и все, и не нужно, как, допустим, в 30-м, доставать провод из деки, через провод пропускать, запускать, то есть, нам это убирает новый геморрой. Ну что, друзья, как и говорил, что полноценного теста на улицу у нас сегодня не получится в этом видео, снимем отдельное видео, а сейчас просто покатаемся, посмотрим ощущения поездки здесь по ТЦ-шке, у нас по торговому центру, и постараемся поделиться какими-то впечатлениями первоначальными. Слушайте, ну, по ощущениям, конечно, мне очень нравится, в плане даже вот этой подвески пружины, которая стояла также на 128-м, на 108-м, интересно. Если сравнить, опять же, с аналогом, ультрон Т-10, конечно, вообще небо и земля. Опоры для ноги также удобные. Ну, друзья, какой здесь вердикт, можно сказать? Конечно, капитальный вердикт скажешь тогда, когда ты на самокате навалишь, там, на дороге где-нибудь, там, Max-B, да, то есть и по пересеченке, тогда уж можно капитальный вердикт сказать. Ну, а так что? Конечно, отличается в плане ощущается подвеска, да, то есть если сравнить, опять же, с Т-10, а, повторюсь, он, скажем так, это самокат по характеристикам очень схож своим братом, скажем так, младшим Т-10. Поэтому, если сравнить с Т-10, безусловно, подвеска небо и земля, да, потому что, повторюсь, что здесь стоит пружинная подвеска, но такого типа, как стоят на 108-х, 128-х, да, то есть она подвеска маятниковая типа, да, то есть это, ну, кто из самокатчиков, меня поймут, я думаю, с полуслова, то есть и мысль мою уловит. Поэтому здесь, ну, это космос, конечно. Тормоза, рули, кстати, руль велосипедного формата мне очень нравится, поэтому этому самокату он очень хорошо подходит. Кто-то, если захочет поставить там другой руль, пожалуйста, проблем нет, обращайтесь, поставим, тоже не вопрос. Ну, а так, конечно, я хочу его вывести так же, как X3 на улицу, сейчас погода немножко разыграется, позволит, точнее, вы выехать на площадку, где можно навалить и уже ощутить все прелести, и тогда резюмирует. А так, первоначальное впечатление очень позитивное, но надеюсь, у вас тоже, по крайней мере, по тем параметрам, что он из себя представляет. Ну что, друзья, сняли мы с вами видео нового самоката, поделились максимальной информацией, постарались, ультрон X2. В этом видео, к сожалению, у нас не получилось сделать полноценный заезд, потому что погодные условия не позволяют сейчас это ездить. За окном сейчас слякоть, изморозь, гололед, поэтому постараемся в ближайшее время погоду позволит сделать полноценное видео уже поездки на улице. Надеюсь, что вам видео понравилось и поддержите нас лайком. Спасибо, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok